С маленькими пациентами врач Людмила Гурьянова всегда найдет общий язык. В Красноармейской районной больнице она, как принято говорить, уже свой человек. Училась в Краснодаре, но после окончания университета в 2011-м вернулась работать в родные края, в станицу Полтавская. Ощущаешь, что ты уже врач, что все, за тобой уже никто не стоит. Тебе помогут только твои коллеги, врачи, что ответственность вся на тебе. Конечно, понимаешь, что все уже. Взрослая жизнь началась. Молодого специалиста уважают коллеги и ценят местные жители. Ведь на селе почти каждого доктора знают в лицо. И как работает врач, лучше любой комиссии, скажет сам пациент. Этот врач вообще очень-очень хороший. Постоянно мы к нему обращаемся. Всегда добрая, отзывчивая, всегда поможет. Став земским доктором, Людмила Гурьянова получила миллион рублей по краевой программе врачебные кадры для сельского здравоохранения. Эти деньги помогли молодой семье обзавестись собственным жильем. Получить подъемное служебное жилье и стать миллионерами могут и другие интерны. В сельскую медицину в этом году планируют прийти еще 75 дипломированных специалистов. Выпускники лечебного и педиатрического факультетов Кубанского медуниверситета сегодня на сцене филармонии дали традиционную клятву Гиппократа. Выстоять в профессии, набраться опыта и стать настоящими профессионалами молодым докторам пожелал губернатор Александр Ткачев. Земский врач, как это было еще в царские времена, всегда пользовался огромным уважением. Люди будут вас знать в лицо, по фамилии, по имени. Они будут разделять с вами и свои боли, и чаяния. И, конечно, эта работа требует совершенно другой самоотдачи. Многие заболевания вы не хуже меня знаете. От незнаний, какой-то излишней скромности у людей, которые живут на селе, они каждый раз, придя в больницу, это целое событие. Это нервы, это стресс в большую больницу. А в сельскую это как к себе домой. Это как к своему другу прийти. Не только поговорить о своих болячках, но и о жизни. Это нечто другое, и вы должны это знать. Я хочу, чтобы так и было у нас. Регион сегодня не жалеет денег на медицину. Комфортные условия для пациентов и врачей создают не только в городах, но и в самых отдалённых хуторах. Для больниц приобретают современное оборудование и лекарства. 500 офисов врачей общей практики должны построить в ближайшее время. Деньги выделяются по краевым программам, в том числе при участии депутатов Законодательного собрания региона. Ваша профессия, особенно в сельской местности, за короткий промежуток времени сделает вас каждого известным человеком в своей местности. И обязательно будут давать оценку, какой специалист, как он работает. И мне очень хотелось бы, чтобы эта оценка была высокая. Шесть лет трудной учёбы позади. Сегодня выпускники получают долгожданные дипломы. Уже завтра интернов ждут на рабочем месте. Все ли останутся в профессии, покажет время. Соберёмся ли через десять, проверим, кто где. Евгений Вольский, Марина Сейникова, Антон Калиниченко, Денис Перец и Денис Москаленко. 9 канал.